вот дорогие друзья здравствуйте у меня здесь есть немножко гвоздики укорененной дорис гвоздика дорис такие у нее прекрасные корешки то я сегодня очередной день убиралась очередной стол осваивала все там перебирала переставляла что-то постригала вот и увидела что у меня есть три кустика гвоздички готовы вот я и хочу перевалить вот такие вот горшки 0 5 горшок 0 5 литра вот достаточно большие горшки но я вижу что кустики здесь вот уже начали ветвиться то есть кущение у них уже есть возможно даже будет и цветение поскольку времени еще много до начала сезона активных продаж поэтому думаю по одному череночку гвоздичка это нормально себя будет чувствовать тем более она очень крепкая она очень крупная и наращивает быстро быстро кустик такой пушистый и по 2 или по 3 черенка вот в этом 0 5 стаканчике для нее будет тесноватенько вот ну способ посадки уже судя по комментариям оценили многие я тоже его оценила уже не он очень нравится когда устанавливаешь стаканчики его обсыпаешь сегодня что я работаю без перчаток целый день вы знаете почему потому что после перчаток очень сильно обветривают руки ну то есть они немножко в перчатках влажными становится кожа но когда снимаешь перчатки а мороз же на улице и заметила что руки прям сильно обветрили поэтому теперь работаю без перчаток потому что руки сухие и так мне лучше ну пусть конечно ну под ногтями грязь никуда не денешься работаю потому что землей это поправимо это не такой дискомфорт как обветренная кожа вот и еще один сейчас делаю субстрат у меня такой слегка слегка влажный я бы даже сказала суховатый поэтому не пачкается ну и на руках сильно ничего не остается вот сегодня целый день потихоньку копалась копалась потом вспомнила я ничего не не сняла даже думаю я уж прям заскучала как это так ну вот сейчас почеренкуем такой кустик у меня есть это гвоздичка дорис вот ее особенность она такая пышная знаете как она называется гвоздика перистая дорис вот она сизая такой хороший воск восковый налет на листиках и нынче она у меня не процвела вот что интересно но я ее тут подрезала вот прям подрезала и она уже выдала вот эти молодую поросль вот эти молодые концы светленькие такие это уже молодая поросль здесь вот в центре кустика такие сухие листики это говорит о том что она собирается зимовать то есть вот здесь центр кустика вот одревесневшие такие она многолетняя побеги одревесневшие но и они скидывают листву вот листву желтят засушивают и сбрасывают вот такие листья я конечно уберу ну будет это удобнее сделать после того как я почеренкую и так я вырезаю вот эти молодые прирост и значит смотрите вот это стволик старенький на котором вот этот молодой прирост причем он сразу же начал куститься сразу же дает боковушечки вот этот кусочек старого стволика я обрезаю он нам не нужен он не будет давать корни а вот здесь вот нижние листики убираю узелки кущения оставляю эти побежики маленькие они могут дать тоже корешки ну и вот такой получается у меня черенок такой пышненький она практически не вянет да не практически она и не вянет вот сейчас я их нарежу сколько здесь возьму какое возможно количество вырезаю всегда с кусочком сначала старого стволика потому что так понятно мне где здесь можно взять молодежь вот а потом уже обрезаю молодежь от этого стволика и вот зачищаю ну обычно 2-3 пары листиков снимаю и вот такой вот симпатичный получается черенок примерно таким образом я сейчас наберу черенок сделала достаточно черенков заодно кустик осветлился между делом обрываю желтые листочки желтеют листочки потому что кустик имеет зимующую вот эту листву сизо-зеленую такую это листва зимует растение многолетние вот поэтому при переносе в теплицу и неизбежно же меняется освещение и часть листьев которые находятся в центре куста там где-то ближе к почве они конечно недополучают света освещение в теплице теперь гораздо хуже потому что падает снег закрывается крыша и верхнего освещения нет ну сейчас солнце низко ходит и по боковой стене конечно лучики достают но это все равно не то что было летом что было осенью поэтому пожелтение это нормальный естественный процесс в это время растение ничем не болеет оно просто избавляется от тех листиков которые ничего не производят то есть ну просто балластные листва вот поэтому растение и и сбрасывает вот виде такого пожелтения кроме того когда я снимаю крупные черенки осветляется центр кустика и будет доставаться больше света для более мелких побегов а здесь еще можно черенков брать и брать но я сразу столько брать не буду я дам возможность во первых самому растению окрепнуть опять после резки черенков ну и подрастить вот эти молоденькие которые можно будет еще разочек срезать вот особенно обращая внимание на самый центр потому что здесь еще вот молодой поросли много а освещение ей не хватает ну вот примерно вот так вот хватит так вот я оставлю этот последний обработаю здесь даже два можно взять один такой с макушечки один с основания череночек обрезаю вот прям где междоузли и вот такой где вот утолщение стволика там и делается срез вот такой будет еще один череночек и все на этом на этом все целую кучку черенков набрала растение немножко подчистила и будет все в порядке дорис очень красиво цветет поскольку она многолетняя и зимующая я так понимаю в прошлом году я брала молоденький черенок покупала поэтому она у меня не зацвела потому что она находилась все время в тепле в тепле лето жара и как-то она не успела у меня что ли зацвести но только нарастила вот такой шикарный кустик ну думаю что в этом году молоденькие черенки взятые с нее должны после вот этой холодной зимовки очень замечательно процвести здесь у нас ночами температура опускается до плюс пяти когда ветер и мороз ну то ли еще будет вот у нас такая зима зима уже совсем зима здесь площадь теплицы холодной части большая и температура здесь низкая вот столько у меня получилось сейчас покажу вам вот такая кучка череночков получилось следующую гвоздику я буду обрабатывать гвоздику гибридную вот такая гвоздичка у меня есть очень шикарная гвоздичка вот эти кустики у меня в пол литровый горшках они были подрезаны и теперь вот по новой решили зацвести ну конечно цветоносы мне эти не нужны я все это вырежу ну и порядок действия примерно такой же здесь вот тоже цветоносы и не смущает эту гвоздичку что такой день короткий в общем-то мне сейчас это цветение не нужно это также многолетняя гвоздика только листва у нее темно зеленая очень очень пушисто нарастает здесь было по одному черенку посмотрите какие кочки наросли просто обалденные она любит подрезку любит когда с нее что-то снимают какие-то веточки лишние снимают и от этого еще лучше куститься примерно порядок действия такой также выбираем стволик сейчас я вам приближу такой вот стволик убираю вот здесь вот уже есть область кущения то есть боковые побеги и вот выше чуть-чуть этих боковых побегов вырезаю череночек снимаю нижние листики у него примерно 5-6 листиков сниму вот такой вот черенок вот можно даже немножко укоротить вот эти листья потому что они будут мешаться друг другу вот так просто раз срезали все вот такой черенок так вот этот цветоносик мне не нужен я возьму этот самый череночек его сниму цветонос этот вырежу здесь есть уже боковые побеги которые уже проснулись также обрежут эти листики они слишком большие такой вот обрезаешь получается но с ним просто удобно работать потому что он не будет друг на друга мешаться листиками закрывать друг дружку не будут на укореняемость это никак не повлияет они прекрасно укореняться и так укореняется кстати гвоздика оптимально при 15-20 градусах и если нужно можно оставить и здесь при плюс 10 градусах но это будет несколько подольше конечно хочется побыстрее чтобы высадить все это по горшочкам укорененные черенки возможно еще успеем и к 8 марта зацвести я так надеюсь если даже не успеем ничего страшного но хочется нарастить хорошие такие пышные кустики которые конечно будут стоить гораздо дороже чем такие маленькие скромные и те короткие пышные кустики будут главное цвести уже к моменту реализации то есть они вот заложат очень много боковых побегов и начнут закладывать цветочную почку пока прохладненько здесь вот вообще очень очень густо все это я также по вырежу заодно будет прореживание вот с кусочком старого стволика если я вырезаю да то этот стволик нужно снять он не нужен он не укореняется нужен именно вот молоденький стволик в начале в основании будут даже коротенькие листики это характерно для правильно что вы срезали именно правильный стволик в нужном месте вот эти листики можно снять здесь подровнять до узла срез и листики можно аккуратненько сложить и укоротить вот так вот такой пышненький череночек ну примерно так же я обработаю остальное примерно так получилось так же я причесала эти кустики удалила лишние желтеющие там или листочки такие крупные вот оставила молодую поросль вот где-то побольше где-то поменьше то есть здесь можно будет еще взять несколько резок вот ну можно и не брать и получилась вот такая кучка у меня таких симпатичных паучков слегка подрезанных крупные подрезала более мелкие оставляла вот с целыми листиками теперь буду их значит сейчас на некоторое время оставлю их и подготовлю субстрат субстрат подготовлю в коробе набью маленькие стаканчики на 50 миллилитров установлю их короб и буду их туда высаживать устанавливаю свои стаканчики субстратом такой короб на дно я постелила такую мягкую ткань типа синтепона чтобы она была влажная и держала влагу поскольку буду устанавливать на теплый пол там как раз будет снизу тепло и чтобы влажность коробе сохранялась он теплый прям не настолько теплый что там все закипает ну в пределах 18 градусов температура внутри короба будет соблюдаться субстрат для черенкования использую свой приготовлены по своей рецептуре на основе верхового торфа мха сфагнума и перлита был вопрос такой что зачем мог сфагнум я применяю мог сфагнум с целью чтобы субстрат не слеживался и сфагнум не нужен для того чтобы сохранялась гигроскопичность субстрата потому что особенно вот в весенний период если в зимний период взять то это конечно не страшно пересыхание субстрата как правило пасмурная погода теплицы не жарко и ну как бы нет такой опасности что можно пересушить черенки когда же лето у нас бывает с утра немножко пасмурно потом выскочила солнце из-за тучек и так прижарила что не успеешь оглянуться и все попересохло если чистый торф поливать то он трудно впитывает влагу если он пересохший очень трудно он сначала ее от себя отталкивает то есть нужно прям сильно сильно увлажнить только потом торф возьмет влагу и получается переувлажнение что конечно не хорошо для качества черенков вот с сфагнумом такого не происходит стоит только буквально капельку воды капнуть и она тут же впитывается в субстрат и равномерно он увлажняется но я еще использую этот мох потому что он у нас просто есть у нас можно брать и лесной мох но он более короткий такой темно-зеленый а есть у нас и сфагнум то есть мы его заготавливаем и потом сушим измельчаем и применяем в смеси с торфом и это конечно же существенно удешевляет вот этот вот субстрат потому что мне его нужно очень и очень много укоренения просто больших размерах и работать просто с чистым торфом кроме того у нас раньше была возможность брать торф агробалт его к нам привозили а теперь почему-то не возят такая крупная фракция агробалта мне он очень нравился потому что крупная фракция как раз хороша для черенкования ну теперь его нет поэтому я использую верховой торф фирмы фаска у них как-то одна фракция он такой меленький ну и для того чтобы создать необходимую структуру я добавляю еще вот этот мох и кроме этого конечно перлит перлит это нейтральный такой инертный материал который ничего в себя не впитывает но ничего и не выделяет а применяется как раз опять же тоже для придания некоторой структуры субстрату эти материалы бедные в них питания нет поэтому черенкам и не нужно питание никакое главная задача черенков это образование корней нарастание корешочков вот как только появляются корешки вот тогда уже наша задача полить подкормить либо просто пересадить вот а для укоренения питательный субстрат абсолютно не нужен потому что в питательном субстрате всегда есть возможность для развития патогенной микрофлоры а нам это не нужно нужно чтобы череночки наши хорошо качественно укоренялись они загнивали и как раз по влажности вы видите у меня субстрат в руках так легко сыпется рассыпается он такой влажненький на ощупь немного мажет руки но в то же время не сырой такой слегка влажный и я устанавливаю на влажную ткань на влажный вот этот синтепон подобие синтепона как раз с той точки зрения что я оставлю влажность субстрата сейчас такой какая есть закрою и будет просто хорошая такая влажная среда но избытка влаги не будет стаканчики я использую и 2 3 5 раз как получается мыть я их не мою даже если появлю вижу что на стеночках есть микро водоросли зелененькие ничего страшного микро водоросли не вредят они развиваются на свету тут же попутно можно обдирать этикетки старые поскольку я использую этикетки только наклеивающиеся я ничего не подписываю маркером ни один стаканчик чтобы мне просто не путаться а старую бумажечку бумажную этикеточку можно просто снять и уже все понятно что это не то ободрал и все и ваших нет вот ну вот сейчас доготовлю и покажу как буду сажать заполнила весь короб процесс посадки очень простой просто складываю вот так вот в одну руку все пучочком все листики и аккуратненько так вот устанавливаю череночек и таким образом заполняется мой коробочек здесь вот у меня немножко парочка калис еще и 1 1 растений ци честно не помню что это такое в общем это оно такое ни живо ни мертво решила я его в тепло унести во влажную среду чтобы немножко отрос а потом я уж определю что это у меня такое это мне подруга моя как всегда что-то что-то мне притащила что такое сказала но я честно честно забыла потом уточню что же это такое что-то она там такой красивая урвала где-то и нас населена черенковала у нас так всегда бывает или я что-нибудь урву интересненькое делюсь или она что-нибудь интересненькое где-то достанет и все ну в общем то вот такая несложная нехитрая технология закрою коробочек крышечкой и унесу теплую часть на поставлю на пол там где-то ну по ночам под утро будет до 15 градусов тепла всего днем будет даже до 20 до 21 но не выше потому что сейчас все-таки пасмурные дни больше и света не хватает то есть солнце же еще дополнительно может нагревать но отоплением на в общем-то и не нужно слишком чтоб прям жарко жарко было у нас зима кстати у нас сейчас морозные очень дни установилась погода в пределах 20 градусов мороз вот некоторые несколько ночей уже подряд 25 по ночам сегодня еще и холодный ветер подул в общем в общем очень такая неприятная погодка я бы так сказала еще и пасмурно промозглая и зябкая когда морозец и такой спокойный денек даже солнечные до того приятно прям прям вот люблю такую погоду когда легкий морозчик такой бодрящий даже в это время так приятно на улице поработать там с дровами позаниматься или снег помести покидать там почистить а когда вот еще такой холодный ветер конечно он пронизывающий то на улице уже не особенно приятно заниматься чем-то вот сейчас сделаю гвоздику и все и вечерочек уже у меня закончится видите я уже работаю под лампой в общем-то вся работа сейчас основная происходит при дополнительном освещении для растений освещение мы еще не делали еще и не торопимся пока хватает а вот для себя для работы конечно освещение небольшое есть ну вот таким образом вот у меня гвоздички дорис получился почти полный короб сейчас я досажу гибридной дополню и все на этом закончен мой рассказ по результату укоренения конечно я вам покажу через сколько это произойдет но я думаю что недельку то точно надо для самых первых сильных я думаю вот таких вот пушистеньких экземплярчиков но не такие сильные здесь ведь чем больше точек роста проснувшихся тем больше в таких череночках гормона ауксина тем быстрее происходит корни образования у более маленьких черенков здесь одна точка роста то есть продукт продуцирование ауксинов происходит из одной точки роста и его конечно меньше по количеству будет образовываться поэтому такие черенки будут укореняться медленнее что в общем-то нам практика и показала вот те три череночка как раз были хорошенькие развитые у них была такая пушистая уже узел кущения они такие уже были мощненькие поэтому они быстренько и укоренились вот здесь вот самом начале у меня два рядочка стоит это более раннее черенкование но корней у этой гвоздички еще нет а это вот свеженькая я думаю что они примерно одинаково будут укореняться вот стимуляторы корни образования по большей частью я никакие не применяю я пользуюсь именно физиологии растения когда растение находится стадии активного роста пробуждение спящих почек нарастание новых побегов тогда растение способно укореняться и создание для этого оптимальных условий то есть соблюдение оптимальной температуры влажности ну и освещение в данном случае для гвоздики освещение не так актуально как вот соблюдение температуры на этом всего доброго друзья я думаю какая-то информация для вас полезна будет и вы сможете применить ее в своем черенковании ну и так просто для общего развития всего доброго до свидания